Продолжение следует... На эти цели в ближайшие несколько лет дополнительно будет выделено 50 миллиардов тенге. О самой актуальной информации в сфере недвижимости, архитектуры и градостроительства расскажем в программе «Квадратный метр». На съезде партии Нур-Отан глава государства предложил меры по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни казахстанца. Особое внимание президент поручил уделить малообеспеченным и многодетным семьям. Результаты проводимых реформ каждая казахстанская семья должна почувствовать уже сегодня, а не в отдаленном будущем, подчеркнул глава государства. Первое. Сегодня важно усилить меры по повышению уровня благосостояния казахстанских семей. В связи с тем, что прошли девальвации, в связи с тем, что наши биржевые товары по цене колебались туда-сюда, повышенные доходы заработной платы имели естественное снижение. С этого года, с января, я объявил в своем послании, полтора раза мы подняли базовую заработную плату. Мы подняли учителям тем 30%, кто подтверждал компетенцию еще на 50%. То есть значительно подняты доходы этой категории людей. Поручаю с 1 июля этого года повысить заработную плату низкоплачиваемым работникам бюджетной сферы на 30%. Поднять в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном областном уровне начало. Здесь получилась серьезная диспропорция от центра в регионах. Нам их надо поддержать. На этой цели в 19-21 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге. Повышенное внимание нужно уделить малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям. На сегодняшний день в Казахстане порядка 340 тысяч многодетных семей. Из них в настоящее время в очереди на жилье состоит 28 тысяч семей. После выступления главы государства у тысяч семей в Казахстане появилась надежда на то, что они обретут собственный кровь и поправят свое положение. И это перспектива самого ближайшего времени. Ипотека будет выдаваться под 2% до 20 лет с первоначальным взносом 10%. Претендовать на социальное кредитное жилье смогут многодетные семьи, имеющие четверых и более детей. Семьи, имеющие или воспитывающие детей инвалидов. Неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Каждая казахстанская семья должна подсуществовать результат проводения храком уже сегодня, а не в отдаленном будущем. Особенно считаю необходимым усилить меры поддержки нашим многодетным семьям. Сегодня в стране порядка 340 тысяч семей имеют более 4 детей. Ежегодно на поддержку семей с детьми сейчас уже выделяется более 500 миллиардов тенгей. Эти семьи имеют разный уровень доходов. Тут надо считать, какие-то семьи имеют хорошие доходы, средние доходы, а есть семьи, которые имеют низкие доходы. Поэтому, когда мы будем оказывать помощь, это надо учитывать. Зачем миллионерам еще дополнительно давать от государства поддержку? Поэтому, в первую очередь, государство особую заботу и внимание должно проявить многодетным семьям с низкими доходами. Жилищный вопрос является одной из самых острых проблем в Казахстане. На данный момент в республике реализуются несколько жилищных программ. Также внедряются механизмы, призванные помочь казахстанцам стать обладателями собственного жилья. Второе. Необходимо активизировать работу по обеспечению жильем и улучшению сферы образования и здравоохранения. Я поручаю правительству построить в рамках программы НОРЛЖЕР более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей и числа многодетных. На данные цели. На этой цели в ближайшие 7 лет будет выделено дополнительно 50 миллиардов тенге ежегодно. Также следует повышать доступность приобретения жилья для многодетных. и неполных семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы. Для этой категории граждан поручаю разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстроизборяжения. На этой цели. АПЛОДИСМЕНТЫ Но для этого жилстройбанку надо будет деньги и врачаю выделять ежегодно по 50 миллиардов тенге. Реформы в образовании тоже нужно довести до логических результатов. У меня четверо детей. Два мальчика, два девочка. Муж работает. Я дома. За детьми смотрю. У меня двое в школу ходят, а двое дома. Надо за ним смотреть. Один астматик у нас. У меня очередь была в 2014-м 16500. А сейчас уже 12 с чем-то у меня очередь. Посмотрела с семьей, сейс Нур-Отан. Нур-Басы говорили, что нам многодетным будет помогать. Квартира с 2-3% будет. Все смотрели, мы обрадовались. Очень надеемся, что это будущее. У нас свой дом, квартира будет. Согласно поручению главы государства, в течение 7 лет будет построено более 6 тысяч арендных квартир. А квартиры нуждающимся семьям начнут выдавать уже в мае 2019 года. Размер первоначального взноса по кредиту 10% может быть покрыт жилищным сертификатом. В целом, наверное, если правильно все будет распределяться, то хотя бы самые страждущие, самые снуждающиеся они будут получать. Это действительно сможет снизить как минимум накал какой-то среди таких социально-узвийных слоев. К примеру, в Америке, допустим, нету прям такого социального арендного жилья. Однако есть определенные нормы в разных штатах, которые помогают освоиться. Как раз такое именно социальное арендное жилье, оно распространено в Западной Европе. Есть в определенных странах азиатских тоже, но в Западной Европе они в большей степени стараются ощущать интересы квартиросъемщиков. Инициативу президента об увеличении строительства арендного жилья поддержали и в объединении Союза строителей Казахстана, ведь это означает и развитие строительного рынка. К тому же средства, вложенные в арендное жилье, непременно окупятся. В стране в 2018 году в жилищное строительство было инвестировано 1,2 триллиона тенге. Около 86% от этого приходится на инвестиции частных застройщиков и населения. Надо отметить, что любое внимание в строительной отрасли, это любая задача, которая сегодня ставится перед министерством, перед исполнительным органом, это хорошее начало, хороший тренд. И в дальнейшем это говорит о том, что всегда мы можем увидеть расширение развития. И этот тренд надо всегда поддерживать. И в дальнейшем мы можем уверенно сказать, что однозначно мы будем двигаться, расширять эти квадратные метры, количество жилья, количество квартир. Сегодня, если говорить о том, что с тех же данных, которые сегодня озвучило Министерство экономики, около 2,5 миллионов граждан нуждаются в жилье. Соответственно, что вы обеспечите 2,5 миллиона в кратчайшем строке, в общем, если говорить 5 лет, то нам надо 5 триллионов вкладывать. И нам чего не нужны средства, нам надо вкладывать. Рекордное количество жилья, 12,5 миллионов квадратов, сдали в республике в прошлом году. Более половины займов, выданных казахстанцам на приобретение жилья, были по системе жилстройсбережений. До 2025 года будет построено более 40 тысяч арендных квартир. Таким образом, вопрос стоящих на сегодняшний день в очереди малообеспеченных многодетных семей будет полностью решен. Исходя из того, что около 300 тысяч человек каждый год прибавляется, количество людей в республике, соответственно, каждый год дополнительно еще 150 тысяч семей нуждаются в жилье, в квартирах. Соответственно, нам необходимо каждый год все больше и больше вкладывать. Тогда в течение 6-6 лет мы можем уверенно сказать, что мы обеспечим жильем всех казахстанцев.